Добро пожаловать на бесплатный урок Сдвинься с мёртвой точки и начни действовать Сегодня у нас второй урок Давайте с вами вспомним, о чём мы говорили на первом уроке На первом уроке мы говорили про анализ Про то, как мы анализируем себя Как мы анализируем свою структуру Как мы анализируем свои действия И мы говорили о том, что невозможно двинуться с места Пока мы не поймём, на какой точке мы стоим Итак, сегодняшний урок у нас называется Цели определения, цели полагания и цели удержания Давайте поговорим несколько слов Пофилософствуем, что это такое Вот смотрите, цели определения Это когда вам необходимо определиться Какой цели вы пойдёте У каждого она бывает абсолютно разная И абсолютно своя Второе Какому сроку эта цель должна быть достигнута И у каждого тоже здесь абсолютно разные сроки Третье Сколько стоит эта цель Многие говорят, что, например, здоровье Это моя цель Но ведь она тоже стоит денег Потому что для здоровья необходимо Хорошее лечение Хорошая клиника Может быть, какой-то дом отдыха Может быть, какие-то психологические тренинги И всё остальное И очень многие говорят Я хочу любви Большой любви Но знаете, как ни странно Но мы, когда нас встречает молодой человек Или женщина То, когда наступает момент знакомства То мы себя продаём В кавычках Потому что то, как мы выглядим То, во что мы одеты То, как мы мыслим И то, что мы можем себе позволить Это и есть своего рода продажа Но ведь на это нужно очень большие и хорошие деньги Поэтому вот здесь очень важно Чтобы вы написали Сколько стоит ваша цель То есть Сколько вам необходимо потратить На то, чтобы этой цели Чтобы вы поняли, что эта цель на самом деле достигнута Что такое ещё целиопределения Это важность этой цели Потому что бывают важные цели А бывают неважные цели Например, бывает У человека уже есть красивые серёжки А он хочет ещё одни красивые серёжки Или, например, есть важная Красивая, замечательная машина А он хочет ещё одну красивую, замечательную машину Понимание важности Оно должно быть Потому что если цель не важна Если это, ну знаете, как хобби Как желание Как стремление к улучшению своего уровня жизни Например, некоторые пишут цель такую Я хочу машину И я сразу задаю вопрос Зачем? Зачем тебе нужна машина? Ну как, это же здорово! Она красивая, она замечательная И я опять задаю вопрос Ну хорошо, будет у тебя машина Замечательная, красивая Зачем? Ну как? Вот все богатые имеют машину И я опять задаю вопрос Зачем? Тебе зачем нужна машина? И вот следующий пункт, пятый Это зачем? Когда вы будете определяться с целью Вам необходимо обязательно Прописать все зачем Или проговорить все зачем Вот когда у вас уже не будет абсолютно ответов Зачем вам надо это Когда вы упретесь лбом в стену Что все, вы ответили на все вопросы Зачем вам нужна эта цель Зачем вы хотите это получить Вот тогда это и будет ваша цель Если вы, например, один-два вопроса И вы сказали зачем И все И закончили отвечать Значит это не та цель И сейчас мы с вами поговорим О подлинности цели Цель и определение Это когда мы определяем подлинность цели Сейчас у вас открывается слайд Цель и определение подлинность цели И там есть вопросики На которые необходимо отвечать При определении своей цели Первое Загляните в свою тетрадь мечтаний Триста желаний Триста желаний это не значит Что все срочные и все важные И это не значит Это то, чего вы хотите в этом мире В этой жизни То, к чему вы стремитесь То, без чего вам кажется Что жизнь немножко не устроена Но там необходимо в этой В этих трехста желаниях найти Именно ту цель И ответить вот это вот Когда, сколько, важность этой цели И зачем Договорились Попробуйте поработать вот с этими желаниями Следующий пункт Выберите самое сильное и важное Это то, что я вам сказала Но я этот вопрос специально задаю Потому что Как можно еще определить На самом деле это подлинная цель или нет Вот тот пункт На который вы задумываетесь И когда начинаете об этом думать У вас начинаются слезы Подкатывает горло комок Вот это та цель О которой вы мечтали И она вот именно эту цель Но важно понять от этого Это желание То есть как вы хотите это преобразовать Понимаете? То есть предположим Вот привожу пример У меня была знакомая девушка Которая работает в компании Фаберлика И в тот момент Она была в квалификации директора И она говорит Хочу быть серебряным Я говорю Зачем? Ну надо мне Зачем? Ну нужны мне деньги Зачем? Я очень долго ее копала И вот мучила, мучила, мучила И мы докопали Знаете до какой истины? Когда-то в детстве Была у нее ситуация Когда мальчик В которого она была влюблена Не хотел с ней дружить И даже если Немножечко, несколько дней Подружил с ней То после этого Он ушел к другой К девочке Начал с ней дружить Спустя много лет Он женился на ней И сейчас живет с той девушкой И вот у этой женщины Осталась та маленькая обида Которая постоянно гложет Я говорю И что дальше? Она говорит Дело в том Что он приезжает Через месяц И мне через месяц Хочется показать ему Что я счастлива Что у меня все есть И чтобы он пожалел Что я была лучше Чтобы он увидел меня Вот именно Вот такой В шубе В машине Счастливая Богатая Успешная Я хочу Чтобы он меня такой увидел И пожалел О том Что он Ну не стал со мной встречаться Вот бывают такие цели И мы начали с ней определять Сколько стоит шуба Сколько стоит машина Сколько ей необходимо Привезти консультантов Сколько ей необходимо Поднять лидерского корпуса Какие действия Необходимо для этого сделать Мы просто это все прописали Знаете, что самое смешное? Когда эта девушка С желанием Добиться этого Начала работать Со своей структурой Начала раздавать листовки Начала делать определенные И действия Самое забавное Что она сделала Эту квалификацию Серебряного директора Именно через месяц И я ей задаю вопрос Скажи, пожалуйста Ты встретилась с ним? Она говорит Да зачем он мне нужен? Пока я это делала Я поняла У меня замечательный муж У меня есть ребенок И я лучше эти деньги потрачу Не на шубу и на машину Мы улучшим свое жилищное Жилищные условия Мы другую квартиру купим То есть Может быть в процессе достижения Поменяться цель То есть Знаете, как Приоритеты поменяются И поэтому Вот третий пункт Который написан у вас В вопросе в неке Что будет, если не сбудется? Что с вами случится? Какой масштаб бедствия? Вот это нужно знать Если вы ответите, что ничего не случится Пока вы будете Если вдруг вы не сделаете То это не та цель Которой следует идти Хорошо? Подумайте Следующий пункт На который вам необходимо ответить Это готовы ли вы на подвиг Подвиг, конечно, это понятие растяжимое Подвиг был в войну Когда закрывали своей грудью Амбразуры Когда спасали детей Или когда пожарник залазит По лестнице И достает кого-то, кто остался в горящем доме Это подвиг В нашем деле, конечно же, это не совсем подвиг Но это будет подвиг ваш То есть вы готовы отказаться от чего-то Вы готовы пожертвовать чем-то ради того Ради этой цели Может быть, временем Может быть, какими-то телефонными звонками Может быть, часом сна Может быть, еще чем-то Может быть, средствами, которые у вас сейчас есть Вы готовы пожертвовать И это ваш подвиг будет Вот готовы ли вы на тот подвиг Который будет для вас являться подвигом Подумайте Но это вы сравниваете со своей целью Я же не знаю, какую цель из вас написал Поэтому думайте сами Потому что здесь я вам направление только даю Следующий пункт, который есть у вас в вопроснике Сколько консультантов пойдут с вами в спарринге Вам важно определиться, с кем вы это будете делать Я понимаю, что вы можете сказать Я сильная, у меня все получится Я справлюсь сама Не поверите Самой справиться очень тяжело Пример привожу Представьте гору Вот гора, так? И вот здесь вот снизу, вот по горе Вот, например, в гору Вы толкаете паровоз, поезд Поезд или паровоз, неважно Представляете, вы толкаете Если вы будете толкать одна Или один Вам легко будет поднять в гору этот паровоз? Наверное, нет А если вы делаете это с командой И команда пребывает на протяжении всего пути То вам важно будет поднять до горы этот паровоз А вот когда он уже свесится Тогда цель не за горами Тогда уже по накатанной все пойдет Поэтому очень важно определиться, с кем вы будете это делать Может быть, это близкие ваши Может быть, это ваша семья Может быть, это ваши новые консультанты Может быть, кто-то, кто поддерживать будет вас Какие-то ментальные спонсоры С кем? Кто будет радоваться за ваши успехи? Определитесь Чем больше будет цепочка вот этих людей Тем быстрее сбудется ваша цель Следующий пункт Те, кто не держит трех позиций Цели определения, цели полагания, цели удержания Сейчас попробую объяснить Те, у кого нет структуры, это урок на будущее Те, у кого есть структура То вам необходимо просто сделать градацию своих людей И понять, кто из ваших консультантов Или из ваших близких Или из ваших друзей Отнимает ваше время То есть, они говорят Мы с тобой, мы будем тебе помогать Но когда происходит какая-то ситуация критическая Этот человек разворачивается и говорит Ой, ты знаешь, у меня свои заморочки Вот те люди, которые не держат вот эти три направления Цели определения Цели полагания Цели удержания Вы-то на них рассчитываете Вы надеетесь, что человек распринял решение Поставил приоритет Значит, он будет делать это А он этого не делает Вот таким людям вы говорите просто до свидания Это не значит, что вы к ним будете плохо относиться У меня есть такие структуры, которыми я сказала Я сказала, дорогая, люблю, целую, уважаю Но ты знаешь, у меня есть цель Ты не хочешь идти со мной в этой цели Извини, я пошла Я не могу сидеть и ждать, пока ты созреешь На то, чтобы изменить свою жизнь Я приняла это решение И я не расстроилась Важно здесь не расстраиваться Потому что есть такое правило Да, да, человека спрашиваете Он говорит, нет Хорошо, следующий Да, нет, следующий Вы, наверное, очень часто о нем слышали И вот в этой ситуации, если вы понимаете Что у вас, например, осталось кто с вами вместе Может быть один, может быть пять Может быть десять человек Может быть всего двадцать из вашей большой структуры Вот здесь тогда Вам нужно просто принять решение И начать поиск партнеров и единомышленников Поиск звезд Здесь очень важно для себя определиться Что вы ищете не просто привилегированных покупателей Вы ищете людей, таких же жаждущих, как вы Таких же стремящихся к достижениям Таких же мечтающих об улучшении своего уровня жизни О развитии, о многом другом Вот это и есть звезды Договорились с вами? Теперь смотрите Слайд у вас ушел Теперь мы поговорим о том, что такое целеполагание Целеполагание Это по-другому если перевести Это положить цель на план То есть вот есть цель Сделать квалификацию, предположим, директора Очень важно понимать Сколько товарооборот Сколько баллов в этой квалификации Сколько времени вам потребуется Для того, чтобы ее достичь Сколько вам нужно консультантов Сколько вам нужно действий, времени Для того, чтобы это сделать И вот здесь идет, смотрите Вы ложите свою цель на план То есть план временной План действий План знаний План незнаний Потому что есть вещи, которые вы знаете А есть вещи, которые вы не знаете И это не страшно Бояться этого не нужно Когда я только начинала Именно ложить на план Свою цель Я тогда очень мало чего понимала Я четко понимала Что мне необходимо сделать Привести определенное количество людей В структуру Наставник дал мне очень хорошую схему По поводу которой мы будем говорить На следующем уроке По поводу методов и технологий Есть у меня очень любимый метод Который дал мне очень большой результат Это на следующем уроке Я не буду здесь сильно останавливаться Но я мало что знала Я просто положила план Я понимала, что вот есть вещи Вот есть вещи Раз, два, три, четыре, пять Которые я знаю Которые я могу делать Делать и делать Но есть вещи Например, раз, два, три, четыре, пять Может быть шесть А может всего три А может один Не важно Важно вы определили Вот этого я не знаю Предположим, вы говорите Я не знаю Как делать косметические сеансы Я не знаю Как делать бизнес-предложения Я не знаю Как делать Приглашать в компанию И проводить презентации Вот эти знания Которые вы не знаете Вам нужно определить И найти Составить план обучения По этим незнаниям Понятно объяснял? Так вот Как раз здесь Вот в цели полагания У вас высветился слайд Называется Куда Зачем И с кем То есть Что вы знаете Что вы умеете И что вы делаете Я их называю навыки Потому что Навык Это уже тот опыт Который вы делаете Закрытыми глазами Например Когда вы встаете Рано утром У вас глаза закрыты И вы наверное Вряд ли смотрите В зеркало Как вы чистите зубы Чисто автоматически Согласитесь? Или предположим Вы ночью встаете Например попить Или в туалет Извините за такую формальность Вы идете И очень часто Вы не включаете свет Вы на ощупь Вы знаете Где светильник Где включить свет Как зайти И что сделать Навык Это когда Вы уже делаете Вслепую Это навык Это то Когда вас разбудили Среди ночи Вот например Сейчас когда Мне бывает Вот я вдруг задремала Вечером Предположим Или есть вот консультанты Которые звонят мне Поздно вечером Они звонят И задают например вопрос Ну я просто пример привожу Татьяна Как мне Оформить заказ Я могу Не открывать глаза Я могу Быть В полудреме Я могу Практически Даже продолжать спать Я скажу Зайди на www.com Нажми вот такую-то кнопочку Внеси вот влево Внеси то-то Внеси то-то Нажми туда-то Нажми туда-то Я помню Пошагово Каждое действие Автоматически Навык Это автоматика Это знаете Когда водитель Вот например Когда он садится Он боится Боже мой Как включить скорость Как ее убрать Ох В зеркало успеть посмотреть А вдруг там впереди машина Раз Вода В зеркало Это кошмар Для начинающего Представьте людей Которые сдали на права Им все страшно Им кажется Что они ничего не умеют Хотя они вроде бы Отучились Что им Перестать ездить на машине Вот те Кто из вас Водители Вспомните себя Когда было вам страшно Было Да всем было А сейчас Когда вы Можете говорить По телефону Смеяться с человеком Слушать музыку Петь Танцевать за рулем Тут же переключать скорости Тут же поворачивать Вы до автоматизма Это делаете То есть у вас Выработался навык Навык вырабатывается За 21 день Мы с вами говорили Это на первом уроке Помните об этом Ребенок Чистит зубы Уже автоматически Только тогда Когда 21 день Мама его заставляла Чистить зубки Когда она его учила 21 день Представьте Что вы сейчас ребенок Вы делаете первые шаги В этом И это не страшно Пусть страшно Но это не страшно Важно другое Важна та цель От которой У вас горло Перехватывает Вспоминайте Цели определения Сразу возвращайтесь туда Итак У вас слайд Пять качеств В котором необходимо Написать Чему я учусь У наставника Если у вас Предположим У кого-то Наставник есть у всех Но если Предположим У вас Наставник Которого Ну я бы так не хотела Но бывают такие моменты Когда у наставника Учиться нечему То есть вы вместе Пришли в компанию И вроде бы как Научиться нечему Все равно Напишите несколько пунктов Чему вы У нее учитесь Может быть смелости Может быть какому-то Опыту А если Вы с наставником В спарринге И она вам помогает То запишите Самые важные Качества Вашего наставника Потому что Потом вы будете Повторять Всегда идет Дубликация Вот Вселенной Так сложно Вот вообще В жизни так сложно Тот человек Который вас привел Вы будете повторять Его И положительные Моменты И отрицательные Некоторые Консультанты Которые у меня Есть в структуре Они даже Говорят Как я Причем Они не специально Это делают Они автоматически Привыкают К этому Поэтому Лучше записать Хорошие Качества И на них Всегда обращать Внимание И их повторять Потом Что вы ожидаете От своего наставника Тот курс Который мы создали Для тех У кого не хватает Наставника С кем Наставник не работает Это как раз Вы пишите Напишите Дорогой мой наставник Мне так не хватает Твоего внимания Мне так не хватает Твоего поощрения Мне так необходим Вот уровень Твоего знания И отдайте это Своему наставнику Вы не поверите Когда наставник Ваши это Прочитает Если он Не хотел С вами работать Ему станет Стыдно Если он Хотел С вами работать Но он же не знал Чего Вам необходимо От него То он будет знать То есть Для меня Когда мои Консультанты Пишут мне это Что они от меня Ожидают Я по крайней мере Понимаю Так Вот Ольге Необходимо Научить ее Мастер-классу А Светлане Необходимо Рассказать Как работает Серия Премиум А вот например Ирине нужно Рассказать Как работать В интернет-магазине Что нужно вам Напишите И отдайте Наставнику Прямо Стретите Скажите Дорогой наставник У меня для вас Письмо Пусть он При вас Прочтет При вас Прочтет Почувствуйте Это состояние Улыбки Если вдруг Ваш наставник В другом городе Отошлите Электронным адресом Если даже Вдруг Какие-то Есть проблемы Бывает У вас У всех Есть Ментальные Спонсоры Ну на крайний Случай Напишите Мне Я тогда Подготовлю Курс Обязательных Уроков Которые Вам Пригодятся И ответят На ваши Вопрос Дальше Следующий Пункт У нас Свои Качества Как Консультанта Очень Часто Люди Которые Имеют Структуре Консультантов От них Очень Много Требуют Как От Консультантов Но Важно Здесь Понимать Сами Вы Как Консультант Выполняете Это Сами Вы Как Консультант Компетент А почему Я Должен Поэтому Напишите Свои Качества Консультанта И если Вдруг Вы поймете Что Каких-то Качеств Вам Не Хватает То Напишите Это Други Гой Ручкой Например Красной Ручкой У Меня Как Консультанта Не Хватает Таких Качеств У Меня Как Консультанта Не Хватает Таких Качеств Поработайте С собой И Следующий Пунктик Который У Вас Вопросники Это Свои Качества Как Наставника Мы Очень Часто Требуем От Наставников Внимания И Много Много Чего Как Наставник Вы Что Делаете Вдруг Вы Такой Наставник Как Ваш Наставник Если У Вас Замечательный Наставник А Вы Плохой Для Своих Людей Тогда Может Стоит Задуматься И Обратиться К Первому Пункту И Посмотреть Здесь Уровень Знаний Ваших Уровень Умений Ваших Прописывается Я Не Говорю Что Там Я Очень Замечательный Человек Это Никакого Отношения К Бизнесу Нет Можно Быть Замечательным Человеком Но Быть Абсолютно Бедным И Ничего Не Делать И Быть Ленивым Можно Быть Плохим Человеком Ну То Знаете Как Ну Тот Которого Ну Не Очень Как-то Другие К нему Относятся Ну Так Родила Мама Воспитали Его Так Но Зато Он Может Быть Настолько Деятельный Настолько Правильные Действия Он Делает Что Ж За За это Можно Уважать Вот Здесь Напишите Свои Качества Знания Умения И Навыки Как Наставника А Особенно Действия Что Вы Как Наставник Делаете Организуете Ли Команду Организуете Ли Как Наставник Какие-то Обучения Организуете Ли Как Наставник Движения Организуете Ли Вы обучение лидерского корпуса и т.д. и т.д. и т.п. Тут очень много пунктов может быть. Поэтому напишите про себя и, может быть, красной ручкой выпишите, как вы думаете, какое должно быть. Потому что пятый пункт – это как раз, какие могут быть идеальные качества наставника и какие могут быть идеальные качества консультанта. Возьмите себе за пример нескольких людей, которыми вы восхищаетесь. У каждого человека в жизни всегда есть люди, на которого они равняются. Выберите их в компании Фаберлик. Выберите вектор тяги, на который вы хотите подняться. За кем вы готовы идти, может быть, не пошагово за ручку, а именно внутренне, за кем вы готовы идти. Вот здесь нужно выбрать и опишите их качества. И тогда вам легче будет работать над своими качествами. То есть, напишите идеальные качества тех консультантов и тех наставников. Понятно говорю? Теперь смотрите, что необходимо нам сделать дальше. Дальше у нас получается. Важно определить себя по кругу успеха. Существует такое понятие, что существует четыре направления успеха. Первое направление успеха – это бизнес и деньги. Второе направление успеха – это развитие и обучение. Третье направление – это отношения личные в семье и отношения с людьми. И четвертое направление – это здоровье, это здоровое питание, спорт и так далее и тому подобное. Четыре направления. Перед вами стоит сейчас круг успеха. Я его немножко расширила. Вы, в принципе, можете туда добавить свои вектора. Может быть, я что-то для вас упустила. Но я разбила его. Вот смотрите, в верхней части идет бизнес, деньги, развитие, по краям – отношения, коммуникация, здоровье и здоровый образ жизни. Снизу – личное, то есть семья – это отношения в семье. Если нет семьи, например, мужа, предположим, нет. Ну, некоторые говорят, у меня нет мужа, у меня нет детей. Семья подразумевается мама, папа, сестра, брат. Вот они. Смотрите, личные взаимоотношения в семье. Отдых, развлечения, увлечение и хобби. Обратите внимание, вот все, что от здоровья и отношений к коммуникации вверху, это все относится к результату. Если у вас там больше вектора, то есть туда перевес, значит, вы идете в правильном направлении. Если у вас внизу больше вектора, то тогда… Это не значит, что вы идете в неправильном направлении. Но тогда поймите, почему у вас бизнес не получается. Вот смотрите, что вам необходимо сейчас сделать, прежде чем я начну дальше объяснять. На каждом векторе вам нужно по десятибальной шкале отметить, где вы находитесь. То есть по отношению к бизнесу, как вы думаете, вы относитесь к бизнесу на двойку, на пятерку, на восьмерку или на десятку? По отношению в личном? На двойку, на пятерку, на восьмерку, на десятку. Итак, вот разбейте по векторам. Сейчас будет играть музыка, и вы сделайте это. А потом мы дальше с вами поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Итак, вы уже, наверное, сделали, может быть, остановили ролик, может быть, успели во время музыки. Так вот, обратите внимание, если вам соединить все края вот этих вот отметочек, у вас идеально, если должен получиться идеальный круг. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Знаете, как по кочкам. Вот когда плохая дорога, и машина едет вот постоянно вот в таком состоянии, вверх-вниз, вверх-вниз. Вот возможно у вас по жизни вот идет такая ситуация. Обратите внимание, именно где у вас маленькая, два, три, до пяти. Вот где до пяти, над этим обязательно нужно работать. Если у вас 10, подумайте, на самом ли деле вы на 10 в этом направлении. Когда я начала в определенный момент делать этот круг успеха, я была удивлена, что у меня больше уходит вниз, то есть личное. И был такой момент, когда я поняла, что я как плюшевый медвежонок, ну это так, в кавычках, плюшевый медвежонок. То есть, дабы никого не обидеть, я старалась. Вот, Середочка это компромисс, это 50 на 50. Здоровье и отношения это вот та грань, когда отношения должны быть и здоровье обязательно должно быть. Это вот та золотая середина, которая должна быть обязательно. Если вы не, вот это обязательно. Но все, что снизу, оно должно быть, но оно не должно превышать, пусть, например, у вас в личном 10, а в бизнесе 2. Значит, бизнес нужно дотянуть до 10. Или, предположим, у вас в бизнесе 10, а личное 2. Значит, личное нужно дотянуть до 10. Потому что, если у вас идет где-то перевес, вот, предположим, снизу, то это значит, вы очень часто идете на компромисс. Вы очень часто отдаете свое, дабы не обидеть человека. Вдруг он перестанет с вами дружить. Вдруг он будет к вам по-другому относиться. Скажите, пожалуйста, если вы, большей частью, внизу, всегда ли вы бываете счастливы? Всегда ли вы удовлетворены той отдачей от людей, которая есть? Благодарность. Очень часто бывает, что, то есть, вы делаете, 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 а отдачи нет. Вы вроде бы делали не для того, чтобы получить благодарность, но вроде как-то хочется понять, что, может быть, человек, чтобы относился к вам хотя бы по-доброму, а он раз вам какую-нибудь палку в колеса, раз палку в другую в колеса, и тормоз. То это, знаете, как вы везете, везете, везете вот этот паровоз в гору, вы с таким усилием его везете, а он берет вам, например, и раз под ножку. И вы съехали. Вот если есть люди, которые вам помогают съехать, которые не дают двигаться дальше, и вы, дабы не обидеть, очень часто отказываетесь от своего, по телефону разговаривайте, подумайте, раскидайте своих людей, свое окружение немножко по-другому. Прикиньте их, кто вам дает возможность расти, а кто вас тянет назад, кто завидует вам. Раскиньте, вот те, которые внизу, может быть, вообще с ними не нужно общаться. Знаете как, вот, например, чтобы не обидеть никого, я скажу, существуют орлы-птицы, и существуют птицы-курицы. Не значит, что курица хуже орла. Но курица не умеет летать, а орел парит. Скажите, пожалуйста, кому вы относитесь, к орлу или к курице? Вам хочется парить или вам достаточно ходить и клевать зернышки? А в вашем окружении кого больше, орлов или куриц? Даже мама может быть в роли курочки. Да зачем тебе это надо? Да брось ты эту глупость. Да у тебя ничего не получится. Ладно, если по-мягкому. А то бывало и другие моменты. Когда закрывают вас на замок и говорят, никуда не пойдешь, все, будешь делать так, как я сказал. Делай, как я, делай, как я. Поэтому вот здесь вот очень важно определиться. Я немножко так, может, не хотела никого обидеть, поэтому сами подумайте. Если у вас мало в окружении орлов, большая часть у вас курочек, найдите тех орлов и идите за ними. Потому что именно орлы, как анаставники духовные, будут вас направлять. То есть, когда вы смотрите, что человек двигается, и у него раскрыты крылья. Когда вы видите человека, который достиг очень многого, это тот человек, на которого есть смысл равняться. Найдите этот вектор тяги и тянитесь к нему. Потому что, если вы не будете находить людей выше себя по рангу, то вы так и будете ходить по огороду, клевать курочку, курочкой, с курочками зернышки. Зернышко по зернышке, зернышко по зернышке. Но если вам нравится быть курочкой, да ради бога. Вы тогда похлопайте в ладоши и не мучайте себя. Скажите себе, я приняла решение, мне не нужно выходить за зону комфорта. Мне здесь комфортно. Тах-та, телевизор, тапочки. Это то место, где мне хорошо. Но есть еще другое, это называется 3Т. Тах-та, телевизор, тапочки. Тут же пирамиду маслу можно вспомнить, очень много разных методик. Но есть еще другое Т. Тренера тренирующих тренеров. Кем вы хотите быть? Тах-та, телевизор, тапочки. Или тренера тренирующих тренеров. А это уже как раз следующий слайд. Каких компетенций у вас не хватает. А это как раз и есть цели удержания. Чтобы определить, каких компетенций у вас не хватает, вам необходимо сделать вот такую вещь. Создать несколько направлений. Вот посмотрите, там на слайде есть. Я знаю, что я знаю. То есть, я знаю, что я хорошо продаю. Я знаю, что я хорошо знаю продукт. Я знаю, что я делаю то-то, то-то хорошо. Я это знаю. То есть, напишите все, что вы знаете. Второй пункт. Я знаю, чего я не знаю. Это когда, например, вам наставник сказал, тебе необходимо составить программу клиента. Тебе необходимо спланировать квалификацию директора. Тебе необходимо сделать, приобрести организаторскую компетенцию. И вы говорите, я знаю, чего я не знаю. То есть, я некомпетентна в этом вопросе, но я это знаю. Вот здесь напишите, то, что вы знаете, чего вы не знаете. Третий пункт. Я не знаю, чего я знаю. Это вообще удивительный момент. Бывают такие ситуации, когда человеку, когда приходит ко мне консультант и говорит, у меня ничего не получается. Вот, ну, ничего не получается. Я ему говорю, тебе необходимо раздать 10 каталогов. Он говорит, да я знаю. Я говорю, тебе необходимо один день раздаешь, другой собираешь. Он говорит, да я знаю. Я говорю, тебе необходимо каждый день собирать как минимум по 5 отзывов. Он говорит, да я знаю. Я говорю, тебе необходимо собирать рекомендации. Он говорит, да я знаю. Вот в этой ситуации он не знал, что именно вот это то, что он знает, может привести его к результату. Поработайте с этим. Что у вас есть такого, что вы знаете, но вы думаете, да это бесполезно, да это никому не нужно, да мои консультанты об этом знают. Вы знаете, когда я недавно начала выкладывать в интернете определенные методики и все остальное, у меня посыпалось огромное количество вопросов. Я была в шоке. Я настолько к этому привыкла, что я не знала, что люди этого не знают. То есть я не знала уровень знаний тех людей. Соответственно, я начала со своими консультантами работать, как быть в этой ситуации, как определить, чего они не знают или чего они знают. Вот здесь вот тоже вам надо поработать. И последний пункт. Я не знаю, чего я не знаю. Вот этот пункт очень сложный для понимания, но он очень простой в действии. Вам необходимо подойти к какому-то очень крупному лидеру, лучше золото, бриллиант, рубин и выше, и сказать, пожалуйста, скажите мне, что я не делаю, куда, где мне лучше поучиться, что мне нужно сделать такого, чтобы стать как вы. Вот вы точно не знаете, что делает бриллиантовый директор. Была ситуация, когда мне задали вопрос. Напиши уровень компетенции бриллиантового директора и опиши, пожалуйста, функционал драгоценного директора. Когда я написала, оказалось, что это функционал всего директора. Я тогда не понимала, что чем выше квалификация, тем уровень знаний, уровень умений и уровень навыков и функционал абсолютно разный. Но не нужно туда пока идти, если это не у вас цель. Вам нужно, предположим, вы говорите, я хочу стать директором, тогда изучаете серебряного директора. Вы говорите, я хочу стать серебряным директором, тогда изучаете золотого директора. Предположим, я хочу стать золотым директором, тогда изучаете рубиного директора. Вот обращайтесь именно вот на планочку выше, чтобы вам легче было двигаться. Здесь я думаю, что мы с вами поняли по поводу целеудержания. И сейчас у вас высветился пожелание, которое я хочу, чтобы вы не то что отсвечали, а благодаря которым вы подумали и записали их, и может быть где-то себе или в тетрадочку сделали, или в блокнотик, или на видное место на рабочем столе. Потому что всегда нужно помнить о цели. Как только вы свернули, цель сразу уходит. Вспоминайте гору. Как только вы начинаете подниматься в гору, если вы свернете вбок, то ваш паровоз, который вы двигали, он просто рухнет обратно. И вам придется начинать заново, все-все заново. Всегда помните о цели. Держите фокус на этом. Второе. Устраивайте себе поощрения и контрольные точки. Мы в контрольной тротечке. Мы с вами об этом говорили. Если вам страшно идти раздавать каталоги или листовки, или делать соцопросы, придумайте себе поощрения. Мы, например, в свое время с моими консультантами, друзьями сделали такое поощрение. Точнее, я им предложила. Давайте после каждого соцопроса мы с вами идем в кафе. Ну, то есть обедаем. Посидим, пообщаемся. Им настолько хотелось со мной поговорить. Им настолько хотелось побыть, то есть в зоне личного пространства моего, но, что они с удовольствием шли на соцопросы, потому что они понимали, что потом они получат вот такой подарок. Я не платила за них, но они просто понимали, что за то время, пока мы посидим, они могут задать мне личные вопросы, на которые я могу потратить на них время. Поэтому вот здесь придумайте себе поощрение. Может, кто-то сладкое очень любит. Покупайте себе шоколадки, только аккуратнее, а то можете поправиться. Я на шоколадке тогда присела и начала прям поправляться. Поэтому подумайте очень нужное какое-нибудь себе поощрение. Следующий пункт. Расставить приоритеты. Помните, 30 ловушек времени мы с вами делали? Вот это как раз расстановка приоритетов. Если у вас есть цель, а у вас есть нежданные гости, незапланированные звонки, неправильная постановка цели, убирайте это. То есть держите фокус, держите приоритет. Так, мне сегодня нужно сделать вот это. Не важно, сколько потребуется времени. Пока не сделаю, я не уйду. Многие говорят, у меня есть час для работы. А предположим, за этот час ни одного человека они не опросили. Уходят люди, некогда, дождь на улице, ни одного не опросили. С пустыми руками пошли. Поэтому не надо обозначать час. Обозначайте по-другому. Собрать 25 подписей. Собрать 25, например, ответов на вопросы. Продать 30 конфет. Это конфетная лотерея, очень многие ее знают. Она, кстати, пришла из мяса, вот этот метод. Те, кто работает, знайте, это создала моя подруга и мой в параллелях консультант. Это она придумала такой метод конфетная лотерея. Ставьте себе другую планку, не временную. Четвертый пункт. Использовать мотивирующий материал. Если вы утром встаете, вы сонная и хотите спать, и кофе вам не помогает, сделайте подборку музыки, которая вас будет бодрить. Сделайте зарядку. Может быть, сделайте пробежку. Для кого-то бодрит пробежка, для кого-то холодный душ. Придумайте что-то такое себе мотивирующее. Какой-нибудь ролик ставьте. Ставьте с утра настрой. Очень важно, с каким настроем вы идете к своей цели. Если вы будете каждый день делать, то это обязательно вас приведет к цели. Но настрой должен быть. Знаете как, есть такой анекдот. Встречается два знакомых. Один другому говорит. Слушай, ты так замечательно выглядишь, а я вообще, у меня вот вся жизнь наперекосяк. Что делать не знаю. Как тебе удается так хорошо выглядеть? И настроение у тебя хорошее, и улыбка, и одежда, все в тебе прекрасно. Кто-то ему говорит, да ты знаешь, я тут слона купил неделю назад. Такая красота. Он мне во всем помогает. Он говорит, что за слон, зачем слон? Он говорит, детей на хоботе катает, жене цветы поливает, дом охраняет. И вот столько привилегий, ну просто чудо, а не слон. Тот говорит, продай ему, у которого все плохо. Говорит, продай мне слона. Не, не продам, ты что, нет. Ну продай, пожалуйста, я тебе любые деньги дам, у меня жизнь рушится. Ну продай, тот говорит. Ну хорошо. И он ему продает. Проходит день, у которого было все плохо, который купил слона. Звонит, у которого было хорошо и говорит, ты что, что ты мне продал? Он у меня всю траву затоптал, детей напугал, соседей всех облил, дом разрушил. Что ты мне продал? А тот, у которого все хорошо, говорит, ооо, вот с таким настроением ты точно слона не продашь. Вот это нужно помнить, какое у вас настроение, вот так на вас будут реагировать люди. Вот так на вас будут, вот все, что у вас снаружи написано, вот на то вы и будете привлекать тех людей. Если вы будете вот такая бедная и несчастная, к вам и будут подходить бедные и несчастные. Если вы будете уверенные, понимающие, позиционирующие себя по-особенному, к вам и подходить будут определенные люди. Вот это обязательно помните. Поэтому мотивирующий материал должен быть аудиокнигой, видеокниги, видеоролики, музыка, спорт, хобби, интересы. Делайте это обязательно. Шестой пункт, точнее пятый. Никогда не сворачивайте с цели и не меняйте ее. Бывает такой момент, когда вдруг вам кажется, что вы сделали очень много и бесполезно, и ничего не меняется. Вот абсолютно ничего не меняется. Вот в этой ситуации я вас поздравляю. Если у вас создалось огромное количество проблем по вашей цели, значит вы абсолютно на правильном пути. Потому что когда вы начинаете двигаться, вы натыкаетесь на те моменты, которые вас тормозят. Но именно в этой ситуации вы учитесь и приобретаете тот опыт, которого у вас не было. Поэтому не сворачивайте, кони на переправе не меняют. Все об этом знают. И шестой пункт, последний на нашем уроке. Помните, вначале вы работаете на цель. Вначале вы вкладываете ресурсы, деньги, усилия, время, желания, какие-то жертвы. Ну жертвы я в кавычках говорю. То есть мы об этом с вами говорили. Вначале вы вкладываете в цель, а потом только цель начинает работать на вас. Шаг за шагом, шаг за шагом она начинает работать. Вот при открытии пункта выдачи АП, агентского пункта или представительства, то есть представительства от компании или даже маленького агентского пункта. Есть такое правило. Многие сворачивают, открыли, не получилось и бросили. Три месяца, три месяца вы работаете на этот АП. Вы в минусе. Редко когда кто в плюсе. Вы вкладываете. У вас и настроения практически нет. Но здесь важно держать марку. Как только наступает полгода, полгода, вот с полугода начинается окупаемость ваших затрат. И только когда полгода прошло, вы начинаете расти в прибыль. Так и в бизнесе, так и в приглашении людей. Важно первоначально не отказываться. Можно достичь квалификации в короткие сроки. Но нельзя бросать своих людей, нельзя бросать те действия, которые вы запустили. То есть вы три месяца вначале сделали, а потом три месяца вы отрабатываете. Да, вот эти как, вот чтобы привычно было, в сонном состоянии вы могли то же самое делать. И только спустя полгода вы будете настолько нестабильно, а плавно или очень даже сильно растущими. Помните, вначале вы работаете на цель, а потом цель работает на вас. Давайте вспомним, с чем мы с вами сегодня познакомились. Мы с вами познакомились, как определить цель. Обратите, пожалуйста, внимание еще раз на те вопросы и еще раз проработайте их. Задумайтесь и проработайте их очень внимательно. Второе. Мы с вами поговорили о цели-полагании. То есть приобрели цель, надо ее положить на план. Время, действия, знания, с кем, обучение, компетенции. Третье. Цели удержания. Всегда надо держать фокус. Как, знаете, как говорят, держи руку на пульсе. Если вы будете держать руку на пульсе на протяжении того времени, которое вы поставили, вы не представляете, как будет замечательно все. А на следующем уроке мы с вами увидим и узнаем, как правильно планировать. С вами была курячая Татьяна. До новых встреч, друзья!